Приветствую коллеги, сейчас я зашел в магазин, который находится в здании МЧС, это город Брест, покупал огнебиозащиту. И мне сразу кинулась в глаза очень интересное архитектурное оформление в таком необычном стиле, очень смелом стиле, включая потолки, стены. Ну и заодно я вам покажу то, что мне понравилось, то, что у меня за спиной находится. И заодно мы поговорим пару вопросов, зададим про огнебиозащиту, биозащиту, про средства пожарной безопасности и так далее. То есть все наобум, будем знакомиться. Значит, вот такой арт-объект. Значит, подойдите, пожалуйста, спросите. Расскажите, пожалуйста, вот эти вот панели... Значит, этот арт-объект делала фильм о прессе, на ней это Революшн, на студии находится напротив Евроспара, если кто знает, как подниматься. Да, мы знаем, про интервью у них есть дома. Да, знаете, вот это делал непосредственно сам Кирилл. Вот этот интересный объект сверху, это система пожаротушения. Просто клиенты, как правило, в магазине посетителей не видят, в больших супермаркетах, как это выглядит. А мы ее, так сказать, обнажили и вместо сплинкеров запустили подсветку, и одновременно сделали подсветку, как люстра. И одновременно показали, как выглядит система пожаротушения в таком наглядном стилете, так сказать. Только что единственный красный цвет обычно красится противопожарной краской. Дальше мы здесь выставили все по логному миру, по пожарной тематике, как, что можно наглядно подсоединить, какие рукава есть, пожарные, как их соединять, как скрутить, прикрутить и попробовать. Также все моменты по муфтам, абсолютно все огнетушители, качи-то в корействе углекислотные, порошковые, всех видов. Дальше. Огнебио-состав это наше производство, лет 15 с ним работаем, огнебио 2 в 1, в разлив дешевле, в половину получается 96 копеек в вашу тару, в нашей таре 10-килограммовой 14 рублей 40 копеек. Тары хватает, 1 калиста хватает на 1 куб, условно, либо 30 квадратных куб. Хорошо, я вас перебью. Значит, по поводу огнебио-защиты. Вот я сейчас взял сразу и огнебио-защиту. Огнебио-защиту сертифицирован непосредственно на продукт. Вот вы 15 лет занимаетесь. Скажи, для чего это делается? Вообще огнебио-защита под древесине, насколько это вообще? Трудногорючесть, воспламенение, попадание молний, абсолютно невозгораемость. Трудногорючесть, только горит с очень большого и сильным желанием распалить. Даже МЧС-президент. То есть это реально работает? Срывает, поджигает, не горит. Ложите в мангал, не подождете. То есть вам надо будет постараться его запалить. И биозащита это? Ну и биосостав, это также защита идет от плесни, короняда хорошо. В принципе, Брест работает активно с нашим составом. Разлив приезжают. И той каркасный строит, и РеспМК, все эти все знают. Скажите, вот сколько у Кирилла заняло вот это времени? Вот это под ржавщину, вот это реально, это реально арт-объект. Арт-объект в районе месяца он, по-моему, с ним работал. Но тут он работал, так сказать, по наитию души. Приезжал не от зари до зари, а именно так по возможности. Тут у нас не было скорости такой, и он так приезжал, когда у него там получалось. А вот этот вот шлем, это настоящий или это делали? Нет, это делал наша кузнечная Брестская Мастерская, все, что делают. И также вот сейчас пройдем там, посмотрите. Делали зонтик, символизирующий молнию защиту. Это наши брестские стуки, которые на Бугале делают обычно. Вот она символизирует молнию защиту с системами элемента молнии защиты. Если кому-то надо, вот, кстати, в наглядную величину клетка Фарадея по молнии защите. Вы можете видеть, как выглядит сама молния защита. В частности, если отрезаем элементы и заводим любым креплением, которое стоит 3-2 рубля отсюда, и проволокой уводим вот вам статика. Статику сбросить с металлической крыши. Элементы полностью комплектов есть. 70-60 комплей, селиком элементы заземления, либо молния защита. То есть, в принципе, тут тоже проблем нет. Вот так выглядит все. В наглядную величину, опять же, со всеми излечателями, газовыми, с отсекателями, то есть можно все посмотреть. Опять же, мы же не забываем, производим перезарядку всех огнетушителей вида. Порошковые углекислотные. Сюда приезжаем, пожалуйста, на комбинатор, все произведем. Все шкафы, все можно наглядно посмотреть, в каком виде как выглядит. Все потрогать, все проедет. Сорбент. Сорбент. Огнетушителей хватает? Вот их перезаряжает? Вот сколько времени? Кационарного использования, то есть в помещении, раз в пять лет, с момента выпуска, либо с момента даты перезарядки. Информация вся есть. Ребята, я сейчас нахожусь в месте, где эти баллоны, так сказать, не баллоны, огнетушители перезаправляются. Было бы очень интересно, вы такого, наверное, редко где увидите, вот сейчас прям вживую, по-настоящему. И мне само будет интересно, как это происходит и вообще для чего это надо. Давай поспрашиваем. Вообще, какие-то бывают ЧП с огнетушителями, например, он там взрывается, или это нереально, или еще что-то? Нет, они устроены так, что взрыва никакого не происходит. Металл и специальная система, то есть мембранные клапана, в частности углекислотник. Ну, а порошковые там всего лишь каких-то 15-18 атмосфер. Хорошо, но что происходит через 5 лет? То есть 5 лет обычно дается на... Происходит слеживание порошка. А если его встрясывать или это нет? Все равно появляются какие-то комочки, и поэтому требуется замена. Вот, и через 5 лет, это касается помещения отапливаемого, производят перезарядку, то есть замена порошка. А какие огнетушители в каких моментах более эффективны? Например, тушить бензин или тушить еще какие-то древесину? Чем они вообще разнятся? Кислотные от порошкового или там, не знаю? При тушении углекислотным надо учитывать, что там на выходе минус 70 градусов. Ого! И соответственно давление, 58 атмосфер выходит. То есть какой-то костер, он просто разлетится, и возможно даже больше распространения огня. То есть что-то подобное тушится лучше порошковым. Кислотные ставятся там, где, как говорится, чтобы меньше было мусора. То есть это газ, он потом улетучивается, и, как говорится, ничего не остается, ни пятнышка. После порошкового, естественно, все покрыто порошком. Вот этот слой создается для того, чтобы не было проникновения воздуха для того, чтобы возгорание. А были у вас такие, например, случаи, это, конечно, очень редко может быть, когда человек приносил огнетушитель и говорит, этот огнетушитель меня выручил в какой-то ситуации, какие-то курьезные какие-то, можешь рассказать? Очень часто. Мы никогда не думали, что ОП-1 серьезно может как-то повоздействовать на воспламенение какого-то там объекта. Ну, в частности, была машина возгорания. Но парень оказался очень шустрым. Поэтому и действовало правильно. То есть, было сорвано ЧК, направлено на пламя и сдавлено на ручки. Спрашивали переворачивать, не переворачивал. Он не переворачивал, так как стоит сифонная трубка. Эти огнетушители нельзя переворачивать. Старое поколение помнит ОХП-10. Пены, те, которые надо переворачивать, ударять. На данный момент таких огнетушителей. Уже не существует. И делается все для того, чтобы человеку было удобно. В его случае он, получается... Он не растерялся. И мы были в шоке, когда он залетел сюда, там, перезарядительный. Все, супер баллон, там, то есть, ну, все. Какой же это супер баллон? Что ему можно потушить? Нет, потушил. Это было в моторном отсеке было возгорание. И под капотом потушил, да. Что было, ну, на удивление, вот такое вот редкое. Обычно, обычно, ну, такую мелочь. Ну, это не серьезно, да, что ему покрупнее. Те, кто горел. Те, кто горел, вообще берут углекислоты. Потому что это более, как бы, эффективнее. Я понял. Ну, мы посмотрим. Есть какой-нибудь баллон на перезарядку? Что-нибудь? Ну, хорошо, хотя бы покажи, как это происходит. Примерно вот так вот. Может, коллегам будет, ребятам, интересно посмотреть. Давайте я вам лучше расскажу. Ну, давай. Приносится огнетушитель на перезарядку. Приносится на перезарядку. А вот этот старый, например, перезарядку. Старую вот эту пену, как достаете, или там старый порошок куда-то. Лучше будет примерно вот этот утиль. Приносится на перезарядку. Или по сроку, или поэксплуатировали его. Вот, пущен. Вставляется это в тиски. Демки. Это все раскручивается. То есть, вот у нас раскручен огнетушитель. Вот мы видим эту сифонную трубку, которую порошок берет снизу. Так. Раскручивается. И высыпается. То есть, высыпается все просто. Сюда просто опрокидывается. Здесь ставится мешок. И старый порошок высыпается. Вот. Затем... Немножко курьера подпрыгивает. Действительно, станция перезарядки у нас есть. Это вот так и все получается. Создается вакуум. Наоборот. Вакуум. Высасывание. А, высасывание наоборот. Высасывание. Вот. Здесь создается вакуум. Потом открывается краник. И из бочки поступает порошок и заполняется. И смотрим сюда. По килограммам все это заполняется. Угу. Вот. Потом это все извлекается. Опять же, в тиски. Вот. Если понадобится, нужна замена запорно-пускового устройства, то производится. Если нет, то вкручивается, вкручивается старая. Вкручивается старая. Вставляется, вкручивается старая. Угу. В частности, старая должна быть латун. То есть, повторно не вкручивается пластик. Так как немножко будет повреждена резьба. Угу. Пластик есть пластик. Я понял. Металл надо сам откручивать. То есть, все вкрутили, вкрутили, идем сюда. Здесь создаем давление сухим воздухом. Просто сухим воздухом. Не влажным, а сухим. Угу. Почему не влажным? Так как порошок при попадании влаги, в баллон. Комкуется. Комкуется. Подобно цементу. Угу. Вот и все. Все. Снимается чекан. И заправляется. Сюда вкручивается давление. Угу. Все расслаблено. Я понял. Ну да, да. Интересно. Я думал, все, 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 там супер, супер, там вообще там сложные механизмы. Ничего сложного, но нюансов достаточно. Очень много нюансов, которые надо знать. При раскручивании, потому что до 18, а иногда, когда влага попала все-таки, то есть там завод, сготовитель, или кто-то там перезаряжал. Если влага попадает, то процессы брожения поднимают давление внутри. Вот. И это зашкаливает. То есть мы всегда говорим, если или на нуле, или зашкаленное, несете на перезарядку. Угу. Если к зеленому, то все хорошо. Ну да, уже современные, они уже пошли с такими маленькими манометрами, где уже можно посмотреть все это дело. Бывает, что манометр на нуле, начинаешь откручивать, правильно откручивают, а там он полный давления. Просто стрелочка оторвалась и упала на нуле. А, я понял. Такая обманочка. Вот. При закачке тоже надо знать, что, где, как надо думать. Если... Ну уже сейчас все фишки расскажете. Человек не знает, она пойдет обратно. Ага. Ну ясно. Хорошо, понял. Понял. Спасибо большое. Также здесь производим мутилизацию. Выписываем из кавочки и все. А, то есть так нельзя мусорку? Не производим, принимаем на мутилизацию. Ага. И там уже сдаем на завод на вторичную. На вторичную переработку. Да. Ясно. Хорошо. Огромное спасибо. Все. Будем сотрудничать, будем дружить. Счастливо. Добро. Ребята, надеюсь, было интересно. Все. Всем пока.